Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Я сегодня решила снять видео реальными глазами на жизнь. Я только что пришла из школы, я бегала, носила в Веронике физкультуру, забыла. Вероничка моя физкультура, поэтому сейчас прибежала в попыхах, практически вся взмотанная, спотевшая, потому что бежала. И заметила у себя на носу прыщ, большой такой прыщ. Выдавливать я его не буду, пусть он живёт. И заодно я после школы зашла в мясную лавку и купила там вкусности, которые я сейчас вам покажу. Покажу вам немножко рабочий момент. Я успела утром заснять маленькое видео. В скором времени вы его увидите. Это вот такой шикарный браслет. Купили мы его в Италии, по-моему. Вот Вероника купила себе вот такой шикарный браслет, просто балдёжный. Это бижутерия. Мы её поймали в Лас-Вегасе. Там ездят кораблики такие. И выбросают вот такую мишуру. Можно, конечно, купить её и за 2 доллара, по-моему. Но это было очень давно, поэтому думаю, что цена уже изменилась. Так, ну я думаю, то, что сжигалку все знаете. Порекомендую поиграть вот такую настольную игру. Обалденная просто игра, захватывающая. Развивает логику, мышление и функции мозговые. И также рекомендую, мне просила Анюта, турецкий рай, показать вот эту игру. То же самое, обалденная игра, захватывает. И в неё можно играть, по-моему, от 5 до 6, не лет, а людей. Так что в компании намного веселее. Так что рекомендую поиграть в эти настольные игры. Переходим к покупкам, которые я купила. Попрошу нервных, слабонервных, на продукты, которые я сейчас буду показывать, лучше не смотреть. Закройте глаза, включите музыку и релаксируйте. А я продолжу снимать видео. Купила 2 баночки газированной водички. Одну я уже из них пробовала. Вот такую. Мне она очень понравилась. Вот такую вроде бы ещё не пробовала, не помню точно. Если я её налью, попробую, то вспомню. Вот захотелось мне что-нибудь вкусненькое такое выпить. Откладываем. Релакс. Шуршим. Дальше я достану бутылочку. Называется она тархун. От черноголовки. Могу сказать, что тархун я пила в детстве. В моём детстве он был, наверное, намного вкуснее, скорее всего. Вот. Но сейчас производится тархун. Но вот вкуса детства, по-моему, уже и нету. Но привыкла к тому, к тархуну, который я пила в детстве. Второй напиток. Байкал. Тоже от черноголовки. Я его просто обожаю. Просто вот люблю. Готова его пить. Практически нет. Цел день не буду его пить. С чёрным хлебом точно буду пить. 5% творог. Сейчас я, наверное, что-нибудь вкусненькое из него сделаю. Два купила варенья. Одно малиновое варенье от Карлсона. И апельсиновое варенье из Флориды. Последнее, что я покажу вам, это молоко. Называется ясный лук. И всё вот это, что сейчас я вам показала, вышло у меня на 800 рублей. Субтитры подогнал «Симон» Я сейчас пересыплю свой творожок. Вкусный, даже на творожное масса получилась у меня. Вот, так что сейчас я это всё переложу в тарелочку. Так, вот и вроде-ка положу. Остальные я оставлю для Андрюхи и Вероники. Пускай тоже полакомится. Сейчас насыплю себе кофе. Пью я 2 чайные ложки кофе. Пью я очень много кофе. Сразу скажу, что я очень много пью кофе. Я уже, по-моему, говорила, но ещё раз повторюсь. Примерно я выпиваю за один день где-то 8-9 чашек. Но иногда бывает больше. Да, согласна, это вредно. Но я стала полнейшим кофеманом. Но не волнуйтесь, я иногда пью чай. Кстати, недавно заказала себе очень необычный чай. Возможно, кто-то его уже пил. Но об этом я расскажу чуть позже в отдельном видео. Мочки мои с морковкой уже обжарились. Сейчас я добавлю зелень. Я её порежу ножницами. И всё это перемешаю. Можно, кстати, добавить какие-нибудь приправы. Приоткрываю маленькую закадровую жизнь. Вот какая раковина после того, как человек готовил вкусности. И сейчас я это буду всё мыть. Редко некоторые люди показывают, что творится за кадром. Вот я вам показала маленький кусочек, что происходит за кадром. Какая становится раковина после приготовления блюд. Ладно. Посудомоечной машины у меня нет. И я мою всё вручную. Я думаю, что вручную намного быстрее всё это помоется, чем я буду ставить всю эту посудомоечную машину. Покажу вам обувь. Я её вчера мыла. И вот я только что прошлась по улице. И вот они в таком у меня сейчас состоянии. Красота, ляпота. Покажу вам джинсы мои, на которых проявляется соль. После того, как я прошлась по улице. Это уже всё высохло. И вот что происходит. Ко мне поступил вопрос, как можно искать на канале интересующую тему. Да, очень просто. Заходите вы к человеку, который вы смотрите. И вы заблудились в названиях, потому что очень много видео на канале. И даже плейлисты иногда могут немножко пошалить в поисках. Что для этого вам нужно? Видите вот эту лупу? Нажимаете на лупу и набираете текст, допустим, интересующую вам тему. Путешествия. Всё. И вы можете найти интересующее вас видео, которое вас заинтересовало. И вы хотите ещё раз посмотреть. Задали мне вопросы. Есть ли у меня ещё несколько видео, то есть не видно, но файлов, которые вы засняли в Америке. Есть очень много. Я буду их постепенно выкладывать. Так что ожидайте. На этом я хочу закончить своё видео. Прошу прощения, то, что, наверное, слишком рано заканчиваю, потому что мне нужно уже бежать по делам. Так что до скорого встречи. Всех люблю и уважаю и ценю. Благодарю вас за комментарии. Если вы не хотите пропустить новые видео, то нажмите на кнопку подписаться. Дальше вас ожидает очень интересные видео, от которых вы не откажетесь от просмотра. Ладно, всё-всё. Пока. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова